Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами будет больше мяса. Я люблю больше, но почему-то ни разу на своем канале не снимала это блюдо. Тут у нас сметана. Обожаю сочетание сметаны и вот такого вот больше со свеклой. Или как правильно называют щи. Ну, в общем, не суть. Вот. Часто мне пишут в комментариях, что вот, Айка, давай побольше домашней какой-то еды, не фастфуда. Я подумала, почему бы нет. Здесь у нас брокколи, колбаска. Читала я, значит, комментарии. И что я обнаружила в комментариях? Я кушаю прям без хлеба. Не знаю, не люблю я хлеб. В комментариях одна девушка рассказала про свою историю и попросила помощи. Не только у меня, но и у вас. Может быть, у вас были в жизни такие ситуации. Девушку зовут Елена. Леночка, тебе огромный привет. И вопрос заключался в том, что, что делать, если ваш мужчина постоянно проводит время со своими друзьями? Что делать, если вот эти постоянные гулянки у него не заканчиваются? Нам, конечно, девушкам хочется, чтобы он больше времени проводил с нами, а он постоянно с друзьями. Вообще, что бы я посоветовала делать в такой ситуации? Я не эксперт в отношениях, даже наоборот. Допускаю кучу ошибок, на самом деле. Но раз люди у меня спрашивают, интересуются, может быть, у вас в жизни были такие ситуации? И вы, например, можете поделиться опытом. Я считаю, что если ваш мужчина постоянно проводит время с друзьями, то устройте компанию. Познакомьтесь с женами или с девушками друзей. Подружитесь с ними. Я уверена, тогда получится классная компания. Я вообще, если честно, не очень люблю, когда парень с девушкой, например, вдвоем, только вдвоем куда-то ходит. Мне это реально до каких-то пор становится как-то скучно. Вот, например, мой парень познакомил своего друга с моей подругой. Буквально недавно. Если у них все будет круто, мы будем все вместе куда-то ходить, отдыхать, проводить время. И мне кажется, это самый лучший вариант. Семья должна отдыхать вместе. Я никогда не буду за, чтобы мужчина, там, не знаю, постоянно был с друзьями, а я дома сижу с детьми. Нет, со мной это не прокатит. Вообще, мне кажется, большинство женщин допускает очень много ошибок вообще с начала отношения. Во-первых, они вначале показывают свою чрезмерную заинтересованность мужчине. Это делать нельзя, на мой взгляд. Брокколи какие вкусные. Например, я в своих отношениях никогда не ревнуюсь своего парня. Либо взрослела, я поумнела и поняла, что это не нужно. Во-первых, я ему заваляю. Во-вторых, ревность это неуверенность в себе. А даже если мы не уверены в себе, мы это не показываем. Ребята, я очень извиняюсь за эти звуки. Я просто накрыла на стол, уже все-все-все приготовила. Чай у меня здесь горячий. Покушать. И вот как только я села, включила камеру, начались вот эти звуки. Кто-то делает ремонт, и, видимо, это не сосед снизу, потому что, если это был бы сосед, то было бы очень сильно слышно. Видимо, через соседа. У нас еще новостройка, и шумоизоляция достаточно хорошая. Я недавно была в гостях. Это была пятиэтажка. Там реально прям соседи слышно, вот такое ощущение, что они у тебя дома. Ты, например, сидишь, читаешь книгу, дома никого нету. И ты просто слышишь, какой канал смотрит твой сосед. Настолько хорошо все слышно. Шумоизоляция вообще просто ноль. Какие брокколи. Вот в этом плане очень выгодно покупать дом. Мы жили и в доме тоже. Правда, у дома есть и другие свои минусы. Но вот то, что нету соседей, никого не слышно, ни с кем не ругаешься. В плане того, что соседей нету, это вообще прям шикарно. То есть они есть, но они где-то далеко, и ты просто можешь с ними не общаться. Я, честно, не тот человек, который сторонник все в дом, да все в дом. Мне легче с подружкой встретиться где-то в ресторане, в кафе, чем звать ее в гости к себе домой. Или, например, те же дни рождения. Вот реально сколько сил вообще уходит и времени, чтобы все подготовить. Ты прям уже устала, у тебя день рождения, а ты прям устала драить квартиру. У меня лично всегда так. Потом, после того, как гости уходят, у тебя гора посуды, которую нужно мыть. Лучше я не буду делать такие, знаете, прям огромные дни рождения, где буду звать всех. Лучше это будет 5-6 самых близких людей в кругу семьи. Пойдем куда-то посидим. И все. Я помню, в детстве мы настолько радовались, когда у нас день рождения. Как только декабрь, все, скоро у меня день рождения. Я такая ходила и считала 9 дней до дня рождения, 8-7. И то, что к нам домой придут гости, дети, мы будем играть. То есть раньше в детстве это для меня было святое, день рождения. А сейчас как-то повзрослела, как-то проще ко всему этому отношусь. Прошлый свой день рождения особо так не отмечала. Пришли самые близкие люди, посидели, попили чай с тортиком. И в принципе все. Люблю именно борщик, когда он только-только вот приготовился. На следующий день он уже не такого красного цвета. Вкусно. Ребят, как же это было вкусно. Прям вообще обалдеть. Сказать, что прям наелась, на самом деле нет. Попьем еще чай с чокопая. Итак, я открыла вопросы в своем инстаграме. И здесь вопрос задает Вика. Как ты относишься к восточным танцам? Хотела бы заниматься. На самом деле нет. Мне нравится, это красиво, но это не мое, если честно. Я бы хотела пойти на танцы, но не на восточное. Либо на резвинку, либо какой-то хип-хоп. Ну, есть у меня такая идея пойти на танцы. У меня в детстве было огромное желание заниматься художественной гимнастикой. Я не знаю, я вам рассказывала или нет. Но я очень хотела, у нас просто не было на это возможности. Потому что эти секции, они были платные. Плюс нужно было ехать на соревнования, покупать дорогие купальники. И все такое. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok